Посчитайте мне примерный расход, сколько я потрачу, приезжая через языковые курсы, включая перелет, жилье и еду. А, у меня знакомый, 500 долларами переехал, и все прекрасно. Ребят, всем привет, меня зовут Лера, добро пожаловать на мой канал. Если вы уже здесь были, смотрели другие мои видео, добро пожаловать снова. Если вы здесь первый раз, то надеюсь, вам понравится. Здесь мы говорим про учебу, про жизнь в США, про работу, про развитие и, в частности, про студенческую визу. Я живу в Штатах уже почти 6 лет, и последние пару лет я занимаюсь тем, что помогаю студентам со всего мира поступать на языковые курсы и в колледжи США. И в этом видео будем разбирать миф о том, правда ли языковые курсы это самый дешевый способ переехать в США. Правда ли это так дешево, либо это вот так вот придумали и люди просто ведутся. Давайте разбираться. Итак, с чего же начинается процесс переезда в США через языковые курсы? Ну, во-первых, нужно дойти до посольства и получить визу. Для того, чтобы это сделать, вам нужно сделать три обязательных оплаты, которые вы даже можете потерять в случае, если визе будут отказаны. Давайте считать. Во-первых, это Application Fee. Вы выбрали школу и решили в нее поступить. За то, что школа рассмотрит ваши документы и выдаст вам форму I-20, вам нужно заплатить, ну, в среднем от 100 до 200 долларов. Бывают школы, которые требуют оплату в 350 долларов. Мне кажется, это максимальное, что я встречала. Но это скорее редкость, чем исключение, чем правило. Поэтому давайте считать 150 долларов Application Fee. Это вы отправили в школе, она вам выдала форму I-20. У меня еще за пару лет уже вот работы, не было ни разу ситуации, чтобы мы со студентами отправили все документы. Нам почему-то отказали в поступлении, поэтому не переживайте. Эти Application Fee прогореть не должны. Как минимум форму вашу I-20 вы получите. Вторая оплата это оплата Savys. 350 долларов вы платите эту оплату в государство США. Ее обязан сделать каждый студент, который получает визу F1. Вот здесь внимательно. Если вы едете на языковые курсы с семьей, например, берете с собой супруга и детей, научитесь только вы, то вы платите Savys только на себя. На всех студентов F2 Savys мы не оплачиваем. Итого плюсуем 350 долларов. Следующее это консульский сбор. Кстати, сумму за консульский сбор подняли всю жизнь. Ну и как всю жизнь, сколько я себе помню, 160 долларов была эта оплата за то, чтобы вы попытались получить визу в посольство, да, то есть доступ к интервью. Сейчас 185. Итого 150, 350 и 185 долларов. И кстати, в отличие от Savys, 185 долларов нужно заплатить за каждого аппликанта. То есть если вы, ваш супруг и ваш ребенок едут в США, вы одна получаете визу F1, супруг и ребенок визу F2, то за них тоже нужно будет по 185 долларов заплатить за интервью. Но здесь давайте считать все на одного студента. Итого 150 долларов аппликейшн фи, 350 Savys, 185 интервью. 585 долларов у нас получилась в сумме. Это та сумма, которую вы можете потерять, если в вашей визе вам откажут. Вам эти деньги не вернут. Если захотите идти и поступать, и пробовать, точнее получить визу еще раз, вам нужно будет снова заплатить 185 долларов. Аппликейшн фи в школу остаются. Вы уже их оплатили. Повторно платить не надо. Сэвис остается. Сэвис остается действительный на один год. С момента оплаты можете в разные школы поступать. Те 350 долларов заново платить не нужно. Все, свыклись с мыслью, что 585 долларов это та сумма, которую вы должны быть готовы потерять, в случае, если визе откажет. Если уже эта сумма звучит как что-то очень довольно серьезное для вас, тогда я бы еще бы серьезнее бы отнеслась к тому, чтобы пересмотреть ваш кейс, потому что, к сожалению, языковые курсы, возможно, и бюджетней, колледжи, университеты и так далее, да, но шанс получить визу все-таки меньше, когда вы приезжаете именно через языковые курсы. Хотя и требования как студенту тоже значительно меньше. Двигаемся дальше. Ну вот здесь уже более-менее мои такие предположительные цены, но почему-то студенты продолжают мне задавать этот вопрос. Посчитайте мне примерный расход, сколько я потрачу, приезжая через языковые курсы, включая перелет, жилье и еду. Ну, во-первых, я не знаю суммы всех авиабилетов и перелетов со всех стран, учитывая, что я работаю со всеми странами, поэтому давайте вот приблизительно. Я считаю, что в Штаты, ну, где-то за 500 долларов в одну сторону можно будет найти билет. Не во все точки, да, если мы, например, летим до Сиэтла, то это очень далеко. Сейчас сюда, мне кажется, 800 долларов это минимум в одну сторону будет прилет. Но давайте смотреть, если мы там едем, например, на East Coast, да, то можно до Нью-Йорка найти и за 300 долларов берем 500. Пусть будет 500 долларов, билет нужно брать только в одну сторону, в две стороны билет брать не нужно, когда вы едете на учебу. Это не туристическая виза, на учебу можно в одну сторону и обратно возьмете в другую сторону. И к тому же даже для получения визы у вас не должно быть еще билетов на руках. It's ok. Не надо покупать сразу билеты заранее, как с тур и визы. Так, посчитали, значит, мой перелет. 500 долларов, приплюсовали. Жилье. Все почему-то думают, что жилье здесь вот. Ну, не все, но многие думают, что жилье вот действительно супер доступно. Не знаю, что люди начитались, у кого они наслушались. Может быть, их вдохновили люди, которые переезжали с 500 долларами в кармане в США. Но поверьте, скорее всего, эти люди без знакомых здесь не жили в отличных условиях. То есть, либо им было где жить, потому что были знакомые, кто им разрешил где-то жить. Либо они жили не в самых благоприятных условиях. Я посмотрела сайты и посмотрела варианты аренды жилья и неполного жилья. Мы здесь смотрим бюджет, мы смотрим комнату. Я посмотрела комнаты в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Лос-Анджелесе. 1000 долларов, плюс-минус, на месяц. Есть 1500 в центре Нью-Йорка, 2000 есть за комнату. То есть, все зависит, конечно же, от ваших предпочтений, возможностей, где вы хотите жить. Ближе к центру, дальше к центру, неважно. Но в среднем это 1000 долларов. Видела, может, парочку там 800, плюс коммуналки. Но давайте будем чуть-чуть более реалистичными. Пишем 1000 долларов. Если вы знаете, где можно жить за дешевле, и это прям такой доступный ресурс, напишите в комментариях, давайте будем делиться этим с другими студентами. Я в такие штуки не особо верю. По крайней мере, у меня не было знакомых, которые жили в хороших условиях, у которых была бы там своя комната, и они бы платили сумму меньше. И то я даже говорю с опыта 6 лет назад. Я тогда платила 700 долларов за месяц, плюс коммуналку выходило примерно 800 долларов в месяц. Прошло 6 лет, поэтому я считаю справедливо говорить, около 1000 долларов в месяц вы потратите на жилье, а возможно даже и больше. Вместе с жильем, вроде бы, да, 1000 долларов. Ладно, смирились. Вам нужно будет заплатить депозит. Очень многие, пусть это будут, мы здесь даже нет, мы здесь даже не говорим про аренду квартиры, какое нет. Мы смотрим про комнату. Как правило, люди требуют, чтобы вы оплатили депозит, или даже не депозит, а за последний месяц проживания. То есть вы приходите и сразу же платите за 2 месяца. Итого плюсуем туда сверху еще 1000 долларов. Чтобы в случае, если вы вдруг решили выходь пораньше, у вас, вот, они тогда заберут, наверное, эти деньги за последний месяц, потому что им тоже нужно найти нового жильца. Возможно, еще попросят заплатить сверху депозит, в случае, если вы что-то тут разрушите, да, в месте, где вы будете жить. Поэтому имейте в виду, но в этом случае давайте заплатили, мы только приехав за первый месяц проживания, и за последний месяц проживания, итого 2000 долларов. Кстати, про тех, кто думает, что студенческие резиденции дешевле. Нет, они не дешевле. Если вы живете с хост-семьей, то он около 300-400 долларов в неделю. Вы платите, то есть это те же 1000 долларов. За проживание на кампусе можно даже около 2000 долларов в месяц заплатить. Поэтому не дешевле. Следующий расход, который у вас, скорее всего, будет, это какие-то первые расходы. Казалось бы, банально, но нужно купить подушку, нужно купить одеяло, нужно купить какие-то вешалки для одежды, зубную щетку. Я не знаю, что вы будете с собой брать или что не будете брать. У меня мой первый вот такой поход в магазин вошел мне где-то в 300 долларов. Я купила все, что мне нужно для комнаты. Я снимала тоже комнату. И в моей комнате была кровать, стол и стул. И хорошо, что здесь как бы встроенные шкафы, да, то есть есть куда что положить, но нужно было вешалки, покупать одеяло, корзину для грязного беля, какие-то тарелки, потому что было все пустое, и вот у меня там было несколько соседей, и каждый как бы со своими тарелками ходил, поэтому такие штуки тоже нужно было купить. Шампуни для стирки одежды. Примерно 200-300 долларов, если, конечно же, вы с собой все не будете привозить. Следующий расход это еда. Ну, здесь тоже, я не знаю, как можно сказать, сколько денег вы потратите. Я думаю, что в 300 до 200 даже, наверное, 200-300 долларов можно вложиться в месяц. Но это про условие, что вы, скорее всего, не будете нигде кушать вне дома, но будете питаться, как бы будет у вас нормальный такой рацион, просто это будет самая дешевая еда, возможно, из Walmart, а возможно, не самая здоровая. Но на 50 долларов вряд ли вы в месяц проживете, я не представляю, как это, возможно, нет. Поэтому считайте примерно 300 долларов в месяц на еду, и так это вот кушать дома и готовить дома. В рестораны не ходим. Теперь давайте перейдем к самой-то школе. Вы хорошо приехали, обустроились, у вас есть еда, ага, у вас есть что-то там, вот предметы, мебели какие-то, да, теперь нужно заплатить за самоучебу. Мы смотрим самую минимальную школу, она выходит где-то 500 долларов в месяц. Дешевле, мне кажется, я не встречала, около 500 долларов в месяц, это самое бюджетное, что можно найти. И вот считайте, заплатили вы 500 в месяц. Возможно, у школы будет правило, что нужно заплатить за 3 месяца наперед, да, это вот 1500. Но здесь давайте, мы считаем все на один месяц, плюсуем 500 долларов в нашу корзинку расходов. Еще один важный расход, который у вас обязательно будет, это проезд. Автобусы, метро в каждом городе, по-разному в каждом городе. В Нью-Йорке, например, метро. В Сиэтле у нас тут автобусы, в Чикаго, и одно, и второе, и третье, и десятое. В общем, смотря где вы живете, но, скорее всего, вы не будете жить прям рядом со школой, если вы только не снимаете кампус, да, школьный, но там дороже получается проживание, тогда вы будете тратиться на метро или автобусы. В Нью-Йорке, я, кстати, посмотрела, и даже вот записала, что на месяц выходит 127 долларов в Нью-Йорке, карта безлимитная на метро. Я думаю, 150 долларов, да, это честно вот приписать на ваши транспортные расходы. В среднем переезд в одну сторону, если не брать вот такую карту, это где-то 2,50-2,75 доллара. И вот посчитайте, сколько вам раз нужно будет туда-сюда поехать. Я считаю, 150 долларов приплюсовать, это будет довольно-таки справедливо. Возможно, даже нужно будет и больше, если вы захотите на выходные еще куда-то съездить. Итак, что мы имеем? У нас есть наши старые добрые 585 долларов, которые мы заплатили для того, чтобы попасть в посольство. И потом плюсуем весь этот список, по которому я только что прошла, жилье, еда, предметы первой необходимости, школа, проезд. И получаем 3550 долларов. Это, кстати, включая тот депозит за квартиру, да, на последний месяц. Итого 3550 долларов плюс 585 4135 долларов. Это то, что у вас, скорее всего, уйдет за первый месяц приезда в Штаты. А то и больше. Если вы хотите купить машину, ну, я думаю, за 2000 что-то такое более-менее, что может передвигаться, можно еще где-то найти. Но будет оно, конечно, требовать ремонта время от времени. Снова и снова. Поэтому я не думаю, что это максимально бесплатно, но с другой стороны, ребята, мы говорим о приезд в другую страну. Ладно, другая страна. В Украине я могла бы сесть на самолеты за 10 евро. Ладно, 20 евро, долететь до другой страны в Европе. Да, здесь вы летите на другой континент. Очень много, значит, сам перелет. Жилье здесь тоже не дешевое. Еда здесь тоже не дешевая. Все думают, что здесь дешево. Да, мы наслышаны, да, что тут все могут себе все позволить, еду, одежду. Это да, но это присловие, что вы зарабатываете, находясь и живя в Штатах. Если вы зарабатываете вот еще в наших странах и приезжаете, и живете в Штатах с теми зарплатами, то все-таки дешевым вам не покажется, особенно если вы будете переводить все в вашу валюту. Кстати, говоря про проживание в разных странах, сейчас не во всех странах можно получить визу в США и не во всех странах есть вот ближайшие даты. В некоторых странах нет свободных дат до зимы, то есть на года пол вперед и люди едут в другие страны. Поэтому я думаю, что вполне справедливо вот в ту первую сумму 585 долларов приплюсовать еще, не знаю, может быть, долларов 200 для того, чтобы вы съездили в другую страну, остались там где-то ночевать и прошли интервью там. Потому что знаю, многие студенты так делают, потому что в их странах вот дат нет, я не знаю, на несколько месяцев вперед. В общем, вот такие вот суммы, примерно 5000 долларов получается. Я всегда за то, чтобы смотреть на вещи здраво. Наверное, не наверное, я уверенно будут говорить, а, у меня знаком, 500 долларами переехал и все прекрасно. Ну окей, но я не советую всем переезжать с 500 долларами, потому что, как правило, люди с 500 долларами, особенно, если у вас нет знакомых, я не знаю, что вы можете с ними сделать. Ничего хорошего. Вы с всеми 500 долларами сделать не сможете. Если, конечно же, вы не хотите, я знаю, есть некоторые варианты, прийти, идите в церковь и там вот уже пусть вам помогают. Но мы здесь говорим про взрослый, здравый подход к образованию. Мы не говорим о том, чтобы мы летели, неслись, не важно как, лишь бы добраться до Америки. Я всегда всем говорила, что оценивайте ваше желание здраво и не делайте из Америки финальную точку вашей жизни, если вы, особенно, если вы там еще ни разу не были. Поэтому у меня более рациональный подход и вот эти вот штуки с 500 долларами, лишь бы приехать, это не для меня, но, возможно, и для вас. Но цифры вы услышали, надеюсь, картинка у вас сориентировалась. И пишите в комментариях, что думаете, дорого, недорого, возможно, какой-то важный расход я упустила. Можно добавить туда еще, конечно, медицинскую страховку, но для студентов она довольно бюджетная, там что-то около 25 долларов, мне кажется, в неделю, то есть 100-200 долларов в топ на месяц, да вы потратите. Ну, в общем, это все суммируется примерно до 5000 долларов. Вот, надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, любая активность на этом канале нам всегда приветствуется. И, ребята, если вам нужна помощь с поиском языковых курсов, либо с поступлением в комьюнити колледжи в США, переходите по ссылке на мой веб-сайт в описании к этому видео, либо же пишите мне на почту, оно тоже указано в описании к этому видео, и начнем работать, начнем поступать, начнем воплощать в жизнь вашу американскую мечту. Я вам, как всегда, желаю хорошего дня, либо ночи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok